друзья приветствую вас на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же друзья не забывайте ставить лайки второй день текущей недели мы продолжаем работать со слабеющим долларом в свою очередь слабая американская валюта это самое главное условие для того чтобы восстанавливался риск мы собственно это и наблюдаем вчера в рамках торговой сессии могла развиться коррекция вы это прекрасно видели возможно кто-то даже испугался начал закрывать позиции решив что это полноценный разворот но уже сейчас мы видим то что все возвращается на круги своя и соответственно доллар снова поджимают а риска растет тоже небольшое лирическое отступление друзья мы ранее ставили цели по многим финансовым инструментом по валютным парам эти цели прямо в моменте как раз сейчас и достигаются отрабатываются на этих целях на многих ориентирах но тот же самый уровень 1 20 по евро доллару это прекрасное значение чтобы зафиксировать профит если вы прислушивались ранее к моим рекомендациям то как будут обстоят дела дальше ну безусловно никто не знает одно мы все таки опираемся на фундаментальный фон и поскольку фундаментальный фон не меняется я продолжаю транслировать идею того что лучше в этих позициях находиться если вы готовы друзья в них находиться если вы не паникуете когда рынок развивается на коррекцию если вы согласны с моим фундаментальным анализом и считаете что новостная среда достаточно убедительно для того чтобы держать доллар в коротких позициях и ставить на восстановление риска тогда давайте дальше действовать в тандеме и работать с теми трендами которые сформировались на рынках много месяцев назад начнем мы сегодня с американской валюта 91 79 это конечно же индекс доллара минимальное значение с 2018 года доллар по-прежнему поджимают эпидемиологические риски сша к сожалению если мы а сейчас бы обратили внимание на статистику от джона хопкинса по количеству заболевших за сутки то в еврозоне и в штатах смогли бы легко увидеть а снова тенденцию нездоровую это тенденция роста но чтобы немножко подсластить пилюлю как бы хочу отметить что на рынке продолжают активно обсуждать эффективность вакцин от файзер и модерны и есть уже предзаказы есть уже фактически дорожные карты того как это на вакцина будет распространяться по нуждающимся регионам но нет еще четкого представления точного представления когда все-таки коронавирус отступит и удастся ли все-таки его окончательно победите давайте все-таки останемся оптимистами и признаем тот факт что рано или поздно это произойдет мы забудем о тему ковида но вряд ли это случится прямо сейчас то есть я делаю акцент на то что друзья ковидная проблема она все-таки еще сохраняется мы ждем окончательного прихода к власти байдена как только он займет овальный кабинет как только начнет формировать команду вокруг себя следующими решениями будут реализации экономических реформ и самое главное реализация того что обещали демократы это новых мер экономического стимулирования и фондов экстренной поддержки экономики господдержки мы ждем этим дополнительные денежные вливания инъекции которые будут сделаны и я в принципе изначально даже настраивался если закрыть глаза на ту динамику по доллару который мы видим я ждал обвала американской валюты но не сейчас друзья а только после того как решение по новым стимулам были бы приняты но ралли началось раньше может быть даже это на к лучшему сможем заработать еще больше следующая причина эта статистика которая бьет по позициям доллара буквально сегодня нас ожидает отчет айсэм производственном секторе очень важный индикатор состоянии американской экономики тоже по прогнозу мы скорее всего видимо числа бы и цифры также 18 00 выступление джерома паула в конгрессе я напоминаю друзья то что джером паул при каждой предоставленной ему возможности обратиться к американским законодателям делает это с позиции того что дайте деньги нуждающейся экономики сегодня мы скорее всего будем наблюдать точно за такой же риторикой если я паул очередной раз попросит денег не для себя конечно же для домохозяйств для предприятий потому что арсенал возможности инструментария американского регулятора сейчас ограничен в игру должны вступить и американские законодатели если он обратится за необходимой финансовой поддержки для экономики позиции доллара могут стать еще слабее уже до конца сегодняшнего дня по рисковым инструментом евро против доллара 1.1957 друзья мы достигли планки 1.20 кстати отпишите в комментариях что вы делаете далее вышли из позиции теперь ищите разворот возможности там поймать глубокую коррекцию либо вы вместе со мной разделяете фундаментальную позицию того что евро может подрасти еще сильнее напоминаю прогноза морган стендли цель 1.25 до середины 2021 года что поддерживать евро ну наверное риторический вопрос вы прекрасно понимаете что это слабый доллар это оптимизм по поводу на вакцин то что экономическая активность восстановится это ожидание того что в декабре европейский центральный банк примет решение о новых мерах экономического стимулирования что ускорит восстановление кстати сегодня в 20.00 по московскому времени будет выступать кристин лагард и она может намекнуть как раз на конкретные действия шаги и инструменты которые будут потенциально задействованы в декабре для того чтобы помочь экономике если мы эти намеки получим друзья тогда евро продолжит восстанавливаться фунт против доллара текущей котировки 1.3363 пара британский фунт против доллар это сейчас самое настоящее казино друзья потому что прямо сейчас когда записывают это брифинг скорее всего идут переговоры обсуждают условия сделки между англией и европейским союзом касательно того как должен пройти окончательно вот этот политический бракоразводные процесса если сделки по брейкс то не будет фунт улетит очень глубоко если сделка будет фунта вырастет как действую я я ставлю на сценарий исход того что сделки не будет поэтому сохраняя короткие позиции у вас может быть другая точка зрения австралийц против доллара 0.73 65 друзья я все-таки выйду наверное из этой валютной пары на отметке 0.74 довольно вялая реакция на сегодняшнее решение по процентной ставки совершенно не интересные комментарии от резервного банка австралии может что-то и поменяться в локальной тенденции попробую потом перезайти если будет возможность но сначала нужно еще подрасти на 30 пунктов цель 0.74 новозеландец против доллара 0.70 33 ждем как и раньше движение еще на пару фигур а повышат доллар канадец пока не трогаем потому что ситуация по дальнейшим мерам и усилиям стран опек плюс по поддержанию баланса на рынке улеводородов она остается подвешенной и неясной вчера как вы знаете встреча прошла встреча технического комитета но по факту никаких решений не было требуется больше времени потому что все больше стран а критически отзываются а нахождение в рамках энергетического пакта потому что несут самые настоящие большие прямые экономические денежные убытки ранее он рассказывал об арабских эмиратах почему они хотят выйти из соглашения видимо не только они поэтому страны взяли еще один день в четверг будет а министерская встреча уже по факту будем смотреть за решениями а если мы в четверг получим еще одно доказательство того что раскол уже неизбежен стран опек или например в лучшем случае о чем договорятся участники ближневосточного картеля 8 стран стран в рамках содружества сейчас опека плюс если не договорятся о том чтобы продлить текущие ограничения по сокращению добычи на три месяца это будет максимум что они сделают конечно же это недостаточная мера чтобы нейтрализовать все риски связанные с падением спроса из-за второй волны к вида короче я при всех сценариях считаю что нас ждет очень неплохая коррекция нисходящая по рынку нефти потому что уже очевидно что опек уже не те они уже не поддерживают цены на нефть и многие страны учитывая тот рост который прошел в последние недели вообще скептически оценивают необходимости дальнейшего сокращения добычи среди этих стран также и россии доллар рубль друзья 76 18 много вопросов касательно того что будет рублем дальше я рекомендую вам принять к сведению следующее то что если мы ожидаем снижение цен на нефть то разумеется распродажа углеводородов ударит по позициям рубля второй акцента это на приход к власти байдена который скорее всего сразу же начнет топить за более жесткие санкции в отношении российской экономики и возможно эти санкции коснуться российского суверенного долга поэтому если вы мне зададите вопрос а что будет с рублем до конца этого месяца я решу что и дал бы рекомендацию предположил бы что новый год россияне будут встречать с курсом 79 и 80 вот пожалуй такой ориентир я и оставлю друзья на этом собственно все хорошие вам торговой сессии все пока